Добрый день, уважаемые зрители YouTube-канала «Россия. Мунди». Сегодня с вами снова я, Владимир Глазков, и сегодня мы снова снимаем наш сюжет в нашем музее военной формы одежды в городе Самаре на улице Ленинградской, дом 23. Сегодня мы подготовили вам небольшой рассказ о том, что, может быть, не часто попадает на страницы печатных изданий, тем более на экраны киношные и телевизионные, но, однако же, составляет неотъемлемую принадлежность как солдат, так и офицеров. Я имею в виду, конечно же, походное снаряжение. То, что облегчает военнослужащим переноску их нелегкого груза, того, что они должны иметь с собой, и помогает выполнять боевые задачи, как сказали бы в советской армии. Начнем мы, наверное, с поклажья нижних чинов. Как известно, на начало 20 века нижней чины русской армии были вооружены основным огнестрельным оружием. Была трехлинейная винтовка образца 1891 года. И все вы, конечно, узнали, вот такая вот, вы это назовете подсумок. В оригинальных нормативных актах это называется поясная патронная сумка. В данном случае образца 1908 года. Она имеет в виду такого трапециевидного ящика. Вот петли для носки на поясе, изнутри она, внутренней частью делится перегородкой на две половины. В каждую половину у нас помещается по три пятипатронных обойма. Таким образом, всего патронная сумка вмещает 30 патронов. На поясе пехотинец носил две таких сумки спереди, по обе стороны отпряжки. Она делалась из твердой кожи. Вот этот вот корпус вообще штамповался. Сшивался таким тонким швом. И застреливался вот так вот двумя ремешками, двумя трынчиками на две латунные кнопки. На что хотелось бы обратить ваше внимание. Во-первых, характерная особенность революционного снаряжения, любого, это там очень не любили крепления в виде заклепок. Да, оно использовалось, но в основном либо на офицерских вещах, либо на каких-то запасных. Вещи, которые строились от казны, в том числе солдатские, там в основном шитье, конечно. И вот здесь, как видите, на советских вот аналогичных подсумках, там уже часто клепки применяются, причем клепки стальные. Здесь только шитье. Шитье, шитье, еще раз шитье. Вот этот вот трынчик, он для ускоренного открывания. Вот так вот за него тянешь, открываешь. Соответственно, при ношении крышка откидывается вот так, от тела. Так меньше вероятность потерять патроны. А так это поясная пехотная сумка патронная. Причем, судя по тому, что у нее, видите, ящик имеет вот такую вот скругленную форму в нижней части, это именно сумка 908 года. У сумки 892 года у нее вот эта вот часть, она угловатая. Трапеции видны. Вот, казалось бы, такая же сумка похожа. Ничего подобного. Это под ту же винтовку, под тот же патрон, но это кавалерийская поясная патронная сумка. К тому же оружию. Она меньшего размера, как вы видите, если мы посмотрим, вот в план, видите, и вот так она меньше. Она легче. И вмещает она всего-навсего 20 патронов. Вот у нее внутренность разделена на 4 части, в каждое отделение, в каждое гнездо помещается по одной обойме с 5 патронами. Сделано это для того, чтобы при скачке, при тряске, чтобы патроны не терлись друг от друга и не потеряли бы боевых свойств. Вот такая вот сумка, предохраняющая их от истирания. Аналогичная застежка, тоже двумя кнопками на два тренчика, тоже аналогичный ремешок. И тоже петли для ношения со стороны тела. Но есть одно очень существенное отличие. Вот эти вот кольца. Точнее, в официальном описании они называются пряжками. Изготовлены они из железной луженой проволоки. И нужны они для того, чтобы в них пропускать специальный шейный ремень. Кавалерий снабжался двумя такими сумками. Надевались они обе на правом боку, спереди и сзади. И от съезжания вниз они предохранялись, придерживались вот таким вот. Там узкий ремень, шириной порядка, наверное, 18 мм. Он пригоняется по длине, пропускается вот в эти кнопки. И поддерживает, как своего рода, плечевая протупея. Очень удобно, очень компактно, легко, ничего никуда не ерзает. Тут даже вот сохранилось вот клеймо поставщика. К сожалению, оно типично для того времени. Оно технологическое, поэтому немножко скрыто вот петлей насильное. Но, тем не менее, оно там присутствует. Вот аналогичная патронная сумка более ранняя. Это к 4,2 линейной винтовке Бердана. Образца 1875 года Драгунской. Здесь застежка несколько иная. Застегивается она на такой вот застежной трынчик. Здесь у нас такая богатая фирма Рим, город Санкт-Петербург. Богатый такой клеймо поставщика. Тоже, как видите, насильные петли. Тоже, но, к сожалению, вот одна петля утрачена, одно кольцо. Тоже здесь использовался шейный ремень, а вот внутреннее устройство. Вот здесь совершенно иное. Потому что винтовка Бердана была однозарядная, и патроны в нее заряжались по одному. Следовательно, они и в сумку вставлялись по одному. Вот здесь картонные патронные гнезда. Так называемые гнезда системы Тринклера. Вот она, кавалерийская сумка. Как видите, идеология ее сформировалась достаточно давно. Еще во время русско-турецкой войны. Некоторая часть нижних чинов и все офицеры вооружались револьверами. Разница заключалась в том, что пехотные офицеры носили револьвер так же, как носят его и сейчас. То есть рукоятью назад на правом боку. А нижние чины всех родов войск рукоятью вперед. Вот такая вот кабура. Советских кабур таких не бывает. Но если бывают, то какие-то самые ранние, начало 20-х годов. Открываем. То же самое. Никаких клепок. Все исключительно на шитье. Вот эти вот выдавки. Типичные тоже для революционного снаряжения. Такие вот прокатки по краю, чтобы крайний растягивался. И вот это вот называется в официальном описании патронная сумка. А так, по-простому говоря, это карман, в который помещается 7 патронов. То есть 7 в барабане и еще 7 в кармане. Один комплект. Бывали карманы. А вот это, кстати, на два отделения. Значит, сюда можно 14 поместить. Вот она. Видите? И одним из отличительных признаков дореволюционных кабур считается вшивное донышко кожаное. Вот оно здесь присутствует. На советских кобурах от этой детали ушли. Но она удорожает все-таки, как считается. И здесь то же самое. Вот вшивное донышко. Здесь, судя по вот этой вот широкой петле, эта кобура возможна для походного снаряжения образца 1912 года. Вот для такого. Вот и само это снаряжение. Ну, здесь оно представляет собой очень сложную конструкцию такую. Проще, наверное, если вы посмотрите на него в надетом виде. Вот зато тут есть не только футляр для свистка, но здесь есть и, собственно, сам роговой свисток вот такой. Причем интересно, что свисток ввели несколько позже, и всем офицерам пришлось эти футляры дозаказывать. И мешки к ним. Но, тем не менее, вот здесь он тоже присутствует. Однако в походных условиях такое двуплечье снаряжение демаскировало офицера, поэтому официально было разрешено на плечных ремней не носить, а носить только вот такой вот широкий, достаточно поясной ремень. Очень характерное соотношение сторон пряжки, она прямоугольная. Зашивная вот эта вот раньше до революции говорили гайка. Кожаная петля. Достаточно толстая кожа, там даже штамп сохранился, к сожалению, не считаемый. Ну, такие ремни достаточно широко использовались вплоть до, наверное, начала 30-х годов. Такие и похожие. Еще одна важная часть офицерского снаряжения – это походная сумка. Вот такая. Уникальная система крепления. Мне такая встречалась только на российских, вот, на офицерских сумках. Причем вот эта вот деталь, она дугообразная в форме, здесь она почему-то П-образная. Возможно, потому что все снаряжение заказное и делали с небольшими вариациями отступлениями от приказа. Вот петля для подвешивания к поясу. Ну, на мой взгляд, не самая удачная конструкция. Но зато, благодаря наличию вот этой пряжки, ее можно очень быстро надеть и быстро же снять с пояса. А сумка, все-таки, вещь достаточно тяжелая. Здесь, к сожалению, утрачен, тут еще был, вкладывался карман под куриметр, циркуль и так далее. Но зато здесь сохранились вещи. Здесь вот этот вот под компас. Чехол такой здесь есть. Весь прибор из латуни, кстати, что типично для дореволюционных. Вот предметов снаряжения офицерского и крайне нетипично для послереволюционных. А зато здесь сохранились некоторые интересные детали содержимого. В частности, здесь сохранились кроки. Это снятые карандашом копии с полевых карт. Здесь сохранилась полевая книжка образца 1915 года, не заполненная к ней. В этот комплект пришел из семьи. Фотографии владельца. Его же визитная карточка. Звали его Николай Павлович Мартемьянов. И, наконец, вот такое вот удостоверение личности, которое гласит дословно следующее. Доносе я под поручику 196-го военцарского полка Мартемьянову в том, что он действительно состоит на учете вверенного мне пункта с 5 февраля 1915 года. И он эвакуирован с театра военных действий в город Астрахань в следствие ранения, что подписью с приложением казенной печати удовлетворяется. Бумага выдана начальником Астраханского окружного эвакуационного пункта 19 апреля 1915 года. Судя по всему, ранение оказалось настолько серьезным, что на фронт подпоручик Мартемьянов уже не вернулся. Предположительно, он дослуживал в тылу. Благодаря чему, собственно говоря, все вот эти вот вещи и дошли до нас. Тут полевая книжка, там есть раздел сведений, обязательный для каждого разведчика. И пустые листы, предназначенные для записи боевых действий и участия в боях. Ну и вот тут небольшая записная книжка, которую он тоже заполнять практически не начал. Так вот, какие-то записи тут есть, но не более того. Вот такой вот интересный комплект офицерского снаряжения. Потому что офицерские походные сумки образца 1912 года вообще встречаются достаточно редко. А вот так вот, чтобы с содержимым, честно говоря, я вижу в первый раз. Ну и если вернуться к нижним чинам, у которых, как известно, труба пониже и дым пожиже, то есть снаряжение более грубое, меньше по количеству, но и сохраняется оно значительно хуже. Вот фляга тут такая в чехле. Фляга уже военного времени. Чехол у нее не суконный, а из хлопчатобумажной ткани. Фляга 1901 года. Ну, собственно говоря, фляги подметали все, какие были. Этот образец, он установлен, по-моему, в 1899 году. Вот такой фляжки. Основная разница с флягами более поздними – это пробка. Она здесь обычная корковая пробка. То есть она не винтовая, она просто вставляется туда. И выпускал эти фляги практически все. Они выпущены заводом Лонгензиппен в Петербурге, впоследствии Петрограде. Было еще в Варшаве производство, но те встречаются несколько реже. Здесь плюс то, что она в очень хорошем состоянии, она не сгнившая и, к тому же, укомплектована вот таким вот чехлом. Упрощенный чехол военного времени. Ну и, наконец, вещь, которой мы заслуженно, я считаю, гордимся. Вещей таких сохранилось подлинных достаточно мало. Это вещевой мешок образца 1910 года. Солдатский вещевой мешок. Примечательно то, что он имеет две лямки, при помощи которых он может носиться как за спиной, как ранец, так и через плечо, как сумка, на левом боку, сзади. Почему так сделали? Потому что до этого предыдущий вещевой мешок образца 1897 года, он носился исключительно сзади, на боку, как сумка. И многие солдаты, которые обучались в мирное время именно такому ношению мешка, дабы не переучивать их на новое снаряжение, им удобнее было бы носить таким способом. А те, кто служил уже после, вот они могли его носить вот так вот при помощи двух лямок за спиной, как ранец. Вот такой вот у него тут клапан. Вот здесь вот усиление кожаной полоской такой. Здесь даже сохранились клеймы, но клейма, к сожалению, не читаемая. Хотя именно они позволяют установить, что вещь подлинная. Но здесь и брезент, собственно говоря, революционный такой, что сейчас просто такая ткань, она не выпускается. Изначально он был пропитан водонепроницаемым составом, непромокаемым, но состав этот, к сожалению, весь остался в прошлом. Вот здесь вот ремни для пристегивания сухарного мешка, насколько я помню. И вот эти лямки, приноски его как мешок, они пропускаются сквозь вот эти вот кожаные гайки. Получается опоясывающий такой ремень, достаточно удобный. Так что, повторюсь, вещь очень... Их достаточно много копий, пошитых на основании приказа, но все-таки иметь оригинальную вещь, согласитесь, это совсем другое дело. Вот такой вот у нас небольшой тут подбор походный, как в те времена выражались, амуниции. Вроде бы вещи простые, брутальные, но без них невозможно введение никаких боевых действий. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова